Всем привет, это Xiaomi Mi Pad, теперь уже одно из самых обсуждаемых устройств среди IT-населения. Почему так вышло? Формула популярности проста. Ретина разрешения экрана, 40 тысяч баллов в Antutu и запредельно маленькая цена. Mi Pad имеет дисплей диагональю 7,9 дюймов и разрешением 2048 на 1536 пикселей. Планшет работает на очень мощном для середины 2014 года процессоре NVIDIA Tegra K1 с частотой 2,2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Xiaomi просит за 16-гигабайтную версию Mi Pad 240 долларов. Версия на 64 ГБ стоит на 30 долларов дороже. К тому же продается планшет в пяти цветах белый, желтый, зеленый, голубой и розовый. Вряд ли для кого-то секрет, что руководству Xiaomi очень нравится Apple. Поэтому они стараются ее во многом повторить. И при всей своей мощности уникальным Mi Pad не кажется. Внешне это копия iPad mini, только корпус пластиковый. Почти все элементы на планшете – камеры, разъемы, надписи – расставляли, глядя на мини. Единственное только кнопка выключения находится сбоку, а не наверху, как у Apple. Ну и главное отличие – это пластиковый корпус. По ощущениям он абсолютно такой же, как на iPhone 5C. Смотрится очень дешево, а вот в руках держать очень приятно. Да и сравнивая Mi Pad с iPad mini, становится понятно, что Mi Pad чуть больше, чем mini и немного толще. Как уже было сказано, планшет набирает в Antutu больше 40 тысяч баллов. Цифра очень большая, а учитывая цену устройства вообще в голову не помещается. Сама система работает тоже без каких-либо тормозов. А в тесте NanoBench устройство показывает 59,7 фпс. Да что уж там говорить, тут GTA San Andreas не то, что без тормозов идет. Она на максимальных настройках идет чуть быстрее, чем на Nvidia Shield. И при любых условиях в игре Mi Pad тянет ее 60 кадров в секунду. Для игр планшет от Xiaomi очень подходящая вещь. И если говорить о том же iPad mini или Air, то у этого китайского чудо графические возможности намного выше. На голову выше. Mi Pad работает на последней версии MIUI, которая построена на базе Android 4.4.4. Конечно, система очень напоминает по внешнему виду iOS. И центр уведомлений копия iOS 7 и 8, хотя сделан даже удобнее. Изначально показывается меню быстрых настроек. Если лиснуть вбок, будут уведомления. Внизу есть иконка с шестеренками, которая включает соответствующее приложение. Глядя на настройки, становится понятно, куда смотрели дизайнеры. Идея многозадачности тоже взята у iOS. Приложения выключаются свайпом вверх, а если нажать на иконку внизу экрана, закрываются все программы и заодно чистится оперативное память устройства. В этой прошивке есть русский язык и сервисы Google устанавливаются очень просто. Плеймаркет, естественно, тоже есть. Многих порадует возможность установки флешкарты в устройство. Вообще, глядя на слот, изначально кажется, что это для сим-карты. Но туда вставляется microSD. Камеры здесь тоже очень неплохие. Что заднее, что фронтальное снимают качественно. Ну, оно и понятно. Спереди целых 5 мегапикселей, а вот сзади уже привычный 8. Звук. Динамики в Mi Pad установлены сзади. И если положить планшет на стол, громкость приглушается. Само качество звука неплохое и нехорошее. Не громкое и не тихое. Что-то среднее. В целом, Mi Pad очень качественно собранное устройство, хоть и смотрится намного дешевле, чем iPad mini. Но, соответственно, и цена отличается. Про мощность планшета и его быстродействия вообще плохих мыслей возникнуть не должно. Для работы и игр это настоящий зверь. Спорный вопрос прошивка. Кому-то нравится MIUI, кому-то не нравится. В скором времени появятся сторонние прошивки. Вроде Cyanogen. И тогда можно говорить о Mi Pad с еще большей серьезностью в голосе. К тому же здесь изначально доступна возможность Dual Boot установки сразу двух систем. Это большущий плюс в корму компании Xiaomi. Ну а вообще MIUI именно для планшета очень удобно сделан в принципе. Цены на Mi Pad для России будут выше китайских, так как сейчас для нашего рынка это устройство не предназначено. Но возможности планшета очень широкие. И цена в пределах даже 12-13 тысяч рублей будет вполне оправданной.